Сегодня все население областного центра в приподнятом настроении с самого утра. Люди поздравляют друг друга с праздником при встрече на улицах, в учреждениях. А это значит, что 5 августа для белгородцев действительно день особый. Как летний день 1943 года, когда ушел страх, когда закончилась та напасть, которая косила людей почище чумы, когда стало легче дышать. День освобождения Белгорода встречают с масштабом и традиционным радушием, всегда стараясь приготовить для жителей и гостей города что-то необычное. Именно такие эпизоды праздника мы и включили в наш сегодняшний выпуск. И начнем с первой военной реконструкции сражения за Белгород. Продолжит Александра Авдеева. Эмоции до мурашек, будто история оживает снова. Винтовки не новодел, а отреставрированные поисковиками образцы, которые еще помнят руки наших дедов. Реконструкторы из Белгородской, Воронежской, Орловской областей восстановили эпизод боя за освобождение Белгорода летом 1943 года. Действия развернулись возле Белой горы. Драк сдается! На позициях водружается! Грасс! Ура! Пятого августа ожесточенные бои начались с самого рассвета. Но уже к обеду войска Красной Армии заняли Белгород. Начались уличные бои с немцами. К вечеру красноармейцы полностью отстояли город. В честь освобождения Белгорода и Орла Москва салютовала. Впервые с начала Великой Отечественной. В схватке за наш город войска вермахта потеряли больше трех с половиной тысяч солдат. Реконструкторы воспроизвели самое начало сражения, которое развернулось как раз 4 августа. Мы как раз искали материал исторический. И так вот совпало, что действительно в это время, в 7 часов вечера, в 8 часов вечера, примерно в этом же районе, точно не скажу, тут происходили бои. Бои на путь уже к Белгороду. Реконструкторы тщательно изучили факты сражения. Подготовились и к самому бою, как физически, так и морально. Вариться в гуще событий, когда вокруг летят пули, взрывается пиротехника, непросто. Но в числе 60 участников были и девушки. Для Елены Краснокутской это сражение девятое. Первый раз я была санитаркой и вытаскивала больных с поля. Это, конечно, страшно очень сильно, особенно когда летит что-то на тебя. В этот раз я просто бегала, стреляла в пехоте. Девушек здесь очень мало, поэтому, я думаю, не каждая сможет. Получасовое сражение для настоящего боя – это мгновение. Для реконструкции почти рекордное время, за которое зрители не просто увидели зрелище, а душой прочувствовали каждый залп. Прикоснулись к подвигу своих отцов и дедов. Самая красная, как заливаясь, там стреляют такие соорудовые. Спугалась, подумали, что кто-то с бомбами. Наворачивались слезы на глазах. Мой отец в 10 лет встретил войну именно на Белой горе. Вот на улице Индустриальная. Здесь горело все. В лесу там было болото. Там стояла вражеская батарея, которую не могли разбомбить. И ночью прилетел кукурузник, попал в арт-склад и завалилось все. Вся Белая гора, все рухнули дома, и на этом месте образовалось болото. Была воронка громаднейшая. Та же Белая гора, та же местность, то же небо, только мирное. Та же земля, только трава зеленая, чистая, без запаха крови. За это спасибо дедам. Их подвиг живет вне времени границ. Александра Авдеева, Дмитрий Коваленко, Евгений Цапков, Евгений Кротов. Новости Мира Белогорья.